В Москве 20 часов 5 минут. Это радио Финам-ФМ. Наша частота 99,6. Сторонники, отстранённого от власти в ходе военного переворота президента-исламиста Мухаммеда Мурси, призвали жителей Египта к очередным акциям протеста. Это я зачитываю. Сейчас последние новости. Протестующие выдвигают требования восстановить Мурси на посту президента страны, иначе они собираются продолжить сопротивление и оставаться стойкими на пути к достижению своей цели. Это я их процитировал. Хочу напомнить, что президент-исламист Мухаммед Мурси был взят под арест и отстранён от власти ещё в начале июля. Где он сейчас находится, поступают разные совершенно сообщения и информации на эту тему, но точно неизвестно. Тем временем Египетский суд принял решение освободить экс-президента страны Хосни Мубарака, который был отстранён от власти в ходе революции ещё в 2011 году, и с тех пор находился под следствием в связи с несколькими обвинениями, в том числе и по делу о гибели демонстранта во время массовых беспорядков на площади Тахрир. На момент смещения Хосни Мубараку было 82 года, и у власти в стране он находился более 30 лет. На данный момент он находится под домашним арестом. Вот так вот в двух словах выглядит сегодня ситуация в Египте. Это программа «Искусство возможного». В студии Роман Бубаян. Здравствуйте. И обсуждать всё, что происходит в Египте я буду с нашими гостями, которые находятся сейчас в нашей студии. Я их быстренько представлю. Это Игорь Панарин, политолог, профессор кафедры массовой коммуникации и связи с общественностью Дипломатической Академии МИДа России. Правильно я процитирую? Нет, просто профессор. Хорошо, просто профессор, да. И Александр Шумилин, кандидат исторических наук. Доктор. Доктор. Политических. Извините, ради бога. Ну вот у меня устаревшие данные немножечко, но ничего. Руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Вот здесь ошибок нет, да? Всё, добрый вечер, друзья. Итак, Египет. Значит, но перед первым вопросом ещё я быстренько телефон, по которому можно звонить в нашу студию и задавать любые вопросы мне и нашим гостям. Значит, телефон такой 6510996, код Москвы 495. Итак, Александр Иванович, вы помните, когда в Египте ещё в 11-м году всё только начиналось, так называемые вот эти арабские революции, да? Я помню, что вы говорили, что, ну, вы назвали это революцией, не волнениями, ничем, а именно революцией. Вы говорили о том, что таким образом народ Египта, значит, стремится к демократии. Ну и теперь вот давайте посмотрим. Прошло два года, и смотрите, что у нас произошло. Значит, убрали Мубарака. Обстановка после этого в стране резко ухудшилась абсолютно по всем направлениям. Страна на грани гражданской войны. Экономика просто в развале, там ничего не работает, деградировала абсолютно всё. Всё. И как вы думаете, вот это действительно вот такой вот интересный путь к демократии, и к этому он привёл египтян? Но в этом не так много удивительного, и никто не обещал лёгкого пути к действительно демократии, хотя и с восточным оттенком. Дело в том, что революция это или не революция, это вопрос терминологический. Ясно, что это был протест против авторитарного режима. Мубарак просидел к тому времени в кресле президента с 82-го года, значит, с 81-го, простите. Ровно 30 лет. Ровно 30 лет. Понятно, что площадка политическая в таких случаях всегда зачищена, и это относится не только к странам типа Египта, развивающимся странам. Поэтому переход от такого состояния общества к оживлению политической жизни всегда сопровождается какими-то бурными событиями. Причём, я вас сильно удивлю, ситуация в Египте отнюдь не такая катастрофическая была последнее время. Если мы исключим последние волнения, кровопролитие, это особый сюжет. Я понимаю, о чём вы говорите, то есть с того момента, как Мурсия стал президентом, то есть ничего не предвещало, да, вроде бы как было всё спокойно. Но вы вспомните, неоднократно, неоднократно ему указывали, когда он хотел там убрать прокурора, по-моему, страны, там что-то, какой-то скандал был с судьями и так далее, и так далее. Ему всё время говорили, что что-то ты делаешь не то, его предупреждали, угрожали ему, что могут вывести опять людей на улицу, вы помните это? Да, конечно. Поэтому она не особо-то и спокойная была, эта ситуация. Да, так вот, не особо спокойно, и всё-таки она была не такой, как в Ливии или как в Сирии. Согласен. Поэтому есть вот два государства, две страны, Египет и Тунис, где расставание с авторитарным режимом произошло относительно бескровно, я имею в виду те времена, 11-12 год, и движение было, в общем-то, в правильном направлении, если мы заговорили о демократии. Потому что главной задачей было и для основных политических сил, и для международных факторов, европейцев, американцев, это создание механизмов демократических и обеспечение вот этого транзита. Да, транзит было самым популярным словом. И эти механизмы заработали, да, потому что были приведены достаточно достоверные, так скажем, выборы парламента Египта, затем президента Египта. И хотя результаты этих выборов не устроили половину страны, тем не менее с ними согласились, и целый год Мурси, исламист, правил страной. И вот здесь как раз произошел надлом, надлом, и то, о чем вы говорите, когда его начали, и почему его начали предупреждать, предупреждать, да, значит, почему начали предупреждать судей, да, прежде всего судебный корпус. Ибо он сохранен был как независимая, относительно, да, независимая ветвь власти, судебная власть. Относительно независимой стала и четвертая власть, СМИ, относительно независимой. Политические партии тоже действовали все это время, я имею в виду последние два года, в общем-то, в благоприятных условиях. Вот, то есть механизмы работали. Но произошло, вот что произошло, произошла попытка исламиста Мурси узурпировать власть. И тогда эта попытка встретила противодействие. Сначала в виде предупреждений со стороны судей, дважды это произошло, в связи с конституционными, там, моментами приведения Конституции и ее одобрения, ее, во-первых, написание было осуществлено достаточно кулуарно, так скажем, да. Мягко выразилось. Мягко выразилось, потому что он создал комиссию. Не демократично явно. Да, ибо он создал комиссию, в которой сильно преобладали его сторонники исламисты. Ну и сама Конституция была направлена на введение каких-то норм шариата, и все это напугало. Это первая часть. Вторая часть, я имею в виду его первого проступка, назовем это так. Второй момент, он явно попытался узурпировать дополнительную власть, наделить себя дополнительной властью и с этой целью изменить действовавшие конституционные положения. Это уже вызвало достаточно бурный протест в ноябре-декабре прошлого года, и процессы противостояния между Мурсией и обществом начали нарастать и обостряться. Закончилось это, мы знаем как, но здесь очень важно подчеркнуть несколько важных обстоятельств и моментов. Это выход на улицы миллионных масс противников Мурсии, это историческая демонстрация, манифестация протеста против Мурсии с требованием его отставки 30 июня, когда на улицах по разным подсчетам было, ну скажем так, от 10 до 17 миллионов. То есть это уже давно... Даже 22 миллиона называли. Если сравнить с числом подписей, которые там вот эта организация Тамара собирала, то вам можно говорить, наверное, и о такой цифре, но 17 миллионов это фигурирует. То есть это крупнейшая демонстрация протеста в истории человечества, ничего подобного не было. Вот. И это был протест против попытки Мурсии узурпировать власть. И дальше. Это, значит, протест, народный протест, выразивший разочарование в Мурсии и значительной части тех, кто за него голосовал годом раньше. И в этой ситуации армейская верхушка, которая традиционно играет значительную роль во внутриполитической жизни, так сложилась за последние полвека. В отличие, допустим, от нашей армии, которая ориентирована на отражение внешней угрозы, да, египетская армия в этом смысле двулична. Она смотрит и внутри страны за порядком традиционно и отвечает за это традиционно и отражением внешней угрозы. Вот. И тогда уже зачищенный генералитет, зачищенный Мурсии, да, после отставки предыдущих мубарковских руководителей в высоких погонах, генералитет выдвинул Мурсию ультиматум. Вот 48 часов для налаживания консенсуса, договоренностей, достижения договоренности с оппонентами, ибо налицо политический кризис. И они понимали, что это даже может привести уже вот прямо сейчас к гражданской войне к столкновению. Ну, вряд ли, вряд ли к гражданской войне. Это политический кризис. И те и другие угрожали взять в руки оружие. Говорили, говорили об этом, говорили. Об оружии уже заговорили исламисты. Там были мирные демонстрации 30 июня. Никаких подозрений. Потому что они были массовые. Зачем там оружие? Они были столь массовые. Это да. Это да. Просто военные понимали, что если сейчас он не договорится, то тогда это уже все закончится просто перестрелками. И поскольку он отказался идти на перевыборы и проводить жесткие реформы политические, то они сделали то, что сделали 3 июля, отстранили его от власти. Чтобы было еще раз понятнее, о чем речь. Военный это переворот или невоенный переворот. Как не покажется странным, я не сторонник описания. Это как военного, чисто военного перевода. В классическом смысле это и близко. Невоенный переворот по латиноамериканскому сценарию или там известным нам предыдущим. Хотя армия осуществила. Но армия завершила протест массовый, народный. Вот акции отстранения Мурсии от власти. Это не совсем. Более того, не более того, а уже следующим шагом было назначение временного правительства гражданского и в числа в том числе вот этих судей. И что принципиально важно, определение переходного периода, который должен завершиться выборами. То есть еще раз для сравнения, что политические кризисы происходят во всех странах. В демократических странах они разрешаются парламентским путем, путем достижения. Если не достигнут консенсус, то перевыборы. Это однозначно. Вот и армия там не играет роли обычно. Но здесь страна только на пути к демократии. Но принцип тот же. Раз разразился политический кризис, его нужно разрядить. И это было сделано вот таким способом. И главное объявление выборов и расписание дорожной карты к ним. Да. Все понятно. Вот я сейчас вас слушал внимательно и понимал, что речь идет просто об очень демократической стране. Вы посмотрите. И президент, который представляет братьев-мусульман, демократ. И армия, которая отстраняет этого президента и вмешивается в процесс на самом деле. Я бы слово демократ не употреблял. Ну как бы. Вы же сами это сказали. Исламист-демократ. Нет, я не сказал, что президент-демократ. Он как раз предал принципы демократии. Но вначале он им следовал. Да, вначале, безусловно. Он прошел под этим лозунгом. И под этими обязательствами. Дальше еще интереснее. Вмешивается в процесс армии, как обычно, собственно, в Египте. И эта армия вновь говорит о демократии. То есть через паузу, после переходного периода, когда все успокоится, страсти улягутся. Тогда мы снова объявляем выборы. И снова, пожалуйста, демократическим путем приходите к власти. Ну хорошо. Игорь, вопрос такой. Вот смотрите, что у нас происходит. На самом деле, вот на протяжении двух лет. Ну, двух с половиной. Тунис. Значит, народные волнения. Власть была... Власть поменялась. Значит, Египет. События в Ливии, чем они закончились, мы знаем, смертью Каддафи. Но изначально и потом на протяжении всей этой эпопеи ливийской нам говорили о том, что это тоже ливийский народ. Устал, значит, от гнета Муамара Каддафи. Совершенно верно. Взялся за оружие, потому что Каддафи не захотел добровольно уйти. После этого у нас, значит, начинается Сирия и продолжается Сирия. Были волнения у нас в Бахрейне. Вы помните какой-то момент, да? Но они и недавно были. И недавно были, да. Плюс у нас нестабильная ситуация уже с 2003 года в Ираке. И вот у меня такой вопрос. Скажите, а что вообще, в принципе, происходит на Ближнем Востоке у нас и в Северной Африке? И чем это может угрожать России? Ну, я хотел обратить внимание, что Александр Иванович, он все-таки специалист по Ближнему Востоку. Я не являюсь, безусловно, таковым. И те тонкости, которые он, безусловно, знает и частично высказал, мне в какой-то степени, конечно, неизвестны. Но я как политолог и как профессор, как доктор политических наук хотел бы посмотреть на эту ситуацию все-таки с геополитической точки зрения. И в чем-то дополнить, возможно, Александр Иванович не согласится с моими выводами, предваряя его, значит, заявление. Но я бы посмотрел на ситуацию так, что вот сегодняшнее событие, связанное с освобождением Амубарака, которое фактически уже произошло, это, скажем так, окончательный индикатор полного британского поражения на Ближнем Востоке. То есть во всех этих событиях я улавливаю четкую связь. Лондон иногда прямо сам, иногда, значит, используя каких-либо других союзников, в том числе и Соединенные Штаты, которые таскают каштаны из костра для Лондона, он активно вел игру. И вот Мурси был тараном, который предназначен был для реализации британских целей на Ближнем Востоке. И главное, собственно, я обращаю внимание, на что Александр Иванович не сказал. Когда произошло, значит, смещение Мурси? Буквально через два дня после того, как он объявил фактически войну Сирии. Были прекращены дипломатические отношения, и это внесло бы кардинальное изменение обстановки, в общем-то, в сирийский кризис. То есть он встал четко на сторону Лондона, фактически на путь внешней агрессии против Сирии. И вот это, с моей точки зрения, военные, когда оценивали 17-22 миллиона людей, вышли агрессивно и, по сути, антиегипетское внешнее. То есть не это было решающим фактором, а именно вот это вот решение по Сирии? Оно было довеском, скажем так. Когда миллионы египтян вышли протестовать и называли, Александр Иванович не сказал, его назвали фараоном. Я напомню, демократа Мурси, он стал фараоном. Было, было, да. В общем, и вот то, что они увидели вот этот совершенно неверный геополитический шаг по поддержке вот этих наемников-террористов из 29 стран, которые воюют против законного сирийского правительства, вот тут армия приняла решение. И когда Мубарака освобождают, то сегодня, я обращаю внимание, что Лондон зализывает раны и в очередной провокации против Сирии уже Франция там играет скрипкой. То есть Лондон в панике. Они сейчас, в общем-то, понимают, что вот эта волна, которую они затеяли от Туниса, Ливии до Египта и дальше до Сирии, она как бы начинает локализовываться. И в этом смысле для меня удивительно, что египетский генералитет, он все время занимал ключевые позиции, я согласен, Александр Иванович, во внутрополитической жизни. Но все-таки там наши сель люди, которые адекватно оценили ситуацию, приняли единственное верное решение в интересах Египта. Сейчас мы вынуждены прерваться. Вернемся в эту студию через несколько минут. Это программа «Искусство возможного». Добрый вечер. И сегодня мы говорим о том, что происходит в Египте. Обсуждаем ситуацию в этой стране с нашими гостями. Это Игорь Панарин, политолог, доктор политических наук, профессор. И Александр Шумилин, доктор политических наук, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов, Института США и Канады Российской Академии Наук. На очень интересном месте мы прервались. Значит, когда, Игорь, вы говорили о том, что на самом деле все, что там происходит, это дело рук Британии. Да. Великобритания стоит за всеми этими событиями. Да, я в этом абсолютно убежден. Американцы, на самом деле, они просто выполняют определенное задание Лондона. Но более того, внутри Соединенных Штатов Америки находятся две группы сил. Это истинные государственники США, которые являются нашими стратегическими союзниками. Они, к сожалению, пока в меньшинстве. Я так оцениваю их позиции сегодня в 40%. И примерно 60% это так называемое британское лобби, которое прямо или косвенно управляется из Лондона и, собственно, выполняет его функциональные задачи. И вот в этом смысле как раз то, что происходит в Египте, это крупнейшее поражение лондонского центра управления ближневосточными конфликтами. Какова была их цель? Глобальная цель, конечно, дестабилизация. Дальше Сирия, Ирак. Зачем? Подполить и направить на Россию на два главных направления. Это Центральная Азия и Северный Кавказ. Мы сегодня знаем, что в рядах, ну, уже приводилась цифра, 29 стран наемники участвуют. Ну, правда, там большинство европейских стран, это и Бельгия, и Франция, это же многие другие. Но и представители Центрально-Азиатских государств, и также представители Северокавказских республик России. Вот задача натаскать на этом конфликте, поджечь пламя и направить, собственно, на дестабилизацию против России. То есть, я убежден, что вся эта, так называемая, арабская весна, она имеет главной стратегической целью, это блокирование интеграционных процессов на евразийском пространстве. То есть, блокирование Евразийского союза путем дестабилизации и создания террористического интернационала на Тасканево и в Ливии. Мы видим, что одни и те же люди воевали в Ливии, они появлялись снайперы, непонятно, в Египте стреляли, причем, как в солдат. В Ливии даже был взят спецназ, вы помните, британский спецназ, переодетый в арабскую одежду. Их взяли, потом быстренько-быстренько эта информация исчезла. Британский спецназ также участвовал в террористических акциях и на территории Сирии активно. Они готовят наемников на территории ближайших стран. И поэтому, когда, собственно, египетские военные стали перед дилеммой, что им ближе, национальный интерес Египта или выполнение британских требований, для нас очень позитивный факт заключается в том, что египетские государственники смогли в этой тяжелейшей ситуации, они находились, в общем-то, в непростых условиях, смогли принять единственное верное решение в интересах Египта. И, конечно, это решение помогает отстоять в Сирии позиции действующей власти. Конечно, это решение помогает и России, потому что Россия в этой ситуации, с моей точки зрения, ввела безукоризненно. Мы не допустили ни одной ошибки. И мне кажется, что можно сказать, что вот на последнем интервале, примерно годовом, Россия действовала на направление Египта безошибочно. Ну хорошо, у меня два вопроса, Игорь. У меня два вопроса. Во-первых, вы мне сейчас напомнили Наполеона, который тоже считал, что самой ужасной страной Европы является Британия. И все время агитировал всех взять остров в блокаду, чтобы они, как говорится, погибли экономической смертью, скажем так. Ну ладно, два вопроса следующие. Зачем им вообще, в принципе, нужно было взрывать ситуацию в Египте, если у власти сидел Мубарак, абсолютно ручной человек? Он обеспечивал абсолютно все интересы Соединенных Штатов. Когда я говорю США, тогда подразумеваем Лондон, исходя из вашей, как говорится, формулы. Ну можно было, на самом деле, каким-то образом заставить Мубарака совершать те или иные шаги для того, чтобы достичь собственных интересов. Это вопрос раз. И вопрос номер второй. Если мы, если это все нам на руку, если Россия понимает, значит, что это британцы и что они таким образом провалились, это спецоперация хорошо разработанная провалилась, почему тогда мы не активно действуем сейчас в этих странах? Почему мы туда не приходим сейчас и не налаживаем какие-то контакты с какими-либо силами и не укрепляем собственные позиции? Ну на первый вопрос я бы ответил так, что я согласен со специалистом, все-таки Александр Иванович, он длительное время изучает, что там накопились в Египте и в целом на Ближнем Востоке мощные внутренние противоречия проблемы. И они решили их как бы обострить и направить в управляемое русло. Чуть раньше, и они считали, что, собственно, когда Мурси, они привели к власти этого демократа, исламиста и сторонника, скажем так, радикального направления, они считали, что они смогут его использовать как таран для решения своих дальнейших геополитических задач. Просчитались, получается? Просчитались, просчитались, просчитались. Но они просчитались и во многом потому, что, собственно говоря, Россия, вот предваряя второй вопрос, она тоже находилась в очень сложной ситуации, как действовать в этих условиях. Когда против Сирии в один ряд поставили Аль-Каиду, и Израиль, и Хамас, они все в одном строю воевали против Сирии. И мы оказались в тяжелейшей, скажем так, геополитической ситуации выбора. Но, мне кажется, вот на последнем саммите восьмерки Владимир Путин действовал тоже безукоризненно, он полностью доказал своими действиями правомерность нашей политики и политики выдержки и силы. И вот сейчас нам не нужно туда, как раз, с моей точки зрения, пока, пока. То есть вот та выверенная четкая позиция, которую занимала Россия по Египту, с моей точки зрения, является абсолютно верной. Мне кажется, что вот наши дипломаты, ближневосточные, как раз последний год действовали безукоризненно. Вот когда ситуация буквально через 2-3 месяца стабилизируется, я надеюсь, что вот сейчас такой сложный этап, выход Мубарака на свободу, дальнейшая стабилизация. Вот через 2-3 месяца России можно будет, скажем так, активизироваться. Активизироваться. И мы увидим, наверное, какие-то шаги, да? Я думаю, что возможности для того, чтобы нам активизироваться, есть, потому что, собственно, вот этот созданный монстр из братьев-мусульман, он уже раскололся, лидеры арестованы, они между собой вступили, оставшиеся на свободе в дикие противоречия, единственное, между ними нет. И, конечно, нам просто нужно дать возможность, когда появятся политические фигуры, с которыми можно вести стратегический диалог и восстанавливать те отношения, которые были достаточно неплохие у Советского Союза, скажем так, в 70-х годах. Я понял. Александр Иванович, вот вы сидели, улыбались, когда впервые Игорь сказал, что все, значит, все это дело рук Лондона, МИ-6, Соединенные Штаты. МИ-6 я еще не называл. Ну ладно, да, да, да. Пока. Вот смотрите, Александр Иванович, вот смотрите. Если это все не так, то тогда давайте попробуем разобраться, а почему президенту Соединенных Штатов еще до этих арабских революций на стол кладут доклад? Это в 2011 году. Ему положили на стол доклад, в котором было написано, что начнутся в ближайшее время волнения в Египте, Бахрейне и Йемене. Были указаны даже даты. Откуда такая точность? Что это за аналитики такие волшебные, которые прям с точностью там до дня ему говорят о том, что будет в тех или иных странах? Но поскольку мы уже сдвинулись в область фантастики полной, поэтому попробуем вернуться к реальности, вот, при всем человеческом отношении, да? Мои друзья по-человечески. Вот, но давайте сделаем вид, что я не слышал все, что говорил мой коллега, чтобы не комментировать, ладно? То есть американского, британского следа вы не видите? Его там нет? Я вас умоляю, давайте к реальности вернемся. Вот повидали где-то в фантазиях, а теперь к реальности. Значит, насчет доклада. Не представляю, какой из нескольких докладов вы имеете в виду, но на самом деле события, подобные арабской весне, но меньшего масштаба, предсказывались очень давно. Ну, более того, я об этом слышал, работая еще в середине 90-х годов, вот, ибо уже тогда, после покушения на Мубарака, в 95-м году были дополнительно закручены им гайки в отношении братьев-мусульман, и ситуация выглядела в перспективе довольно-таки мрачной. И Соединенные Штаты тогда активизировали контакты с братьями-мусульманами, равно как и со всей другой оппозицией в Египте. В Египте и в Тунисе, в отличие от других арабских стран, существовала реальная оппозиция, либеральная оппозиция в виде партийных структур. И мне все время хочется привести какие-то личные примеры с контактов с ними. Я работал и в Тунисе, и в Египте. Вот, но главная мысль моя в том, что тогда Соединенные Штаты озаботились перспективой стабильности Египта как базовой страны для стратегии американской. Да, Лондон там вообще никогда не присутствовал, то есть это впервые. Значит, американцы, кратенько, одной-двумя фразами, американцы вытеснили британцев в 56-м году во время Суэцкого кризиса окончательно, осудив британскую тройственную агрессию, и британцы уже ушли в тень надолго и близко. Их там не было и нет и сейчас. Вот, и насчет этого самого спецназа, напомните, мы можем вернуться к этому вопросу. В Ливии. В Ливии, да. Вернемся. Значит, стратегия американской дипломатии была направлена на то, чтобы все-таки удержать Египет от внутренних потрясений. И с этой целью американцы приступили к знакомству с братьями мусульманами, к аккуратному выяснению ситуации в этой организации, выяснению и определению степени угрозы, которую она представляет для режима Мубарака. И при этом американцы информировали Мубарака о своих контактах, высказывали свои прогнозы. Мубарак, в общем-то, был весьма недоволен этими контактами, опасаясь, так сказать, постепенной легализации этого братства. Что и произошло? Нет. Но они же сделали ставку потом все-таки на братьев мусульман и сдали Мубарака. Постепенно, постепенно. Это все сложнее. Вот. И тогда американцы начали подсказывать Мубараку во имя сохранения его режима и своих интересов через Мубарак, ассоциированных с персоной Мубарака, начать процесс внутренних реформ, либерализации. И этот процесс, скрипя сердце, Мубарак попытался начать. И его апогеем стали выборы 2005 года, когда не только оппозиционные партии вошли в парламент, и парламент перестал быть игрушечным. Там оно называется тоже ассамблеи, как во Франции. Но и в парламент вошли в качестве депутатов лица, ассоциированные с мусульманским братством под флагом разных других партий. Они составили пятую часть парламента. Таким образом, легализованные, они стали контактными персонами. Для многих государств, для Соединенных Штатов в первую очередь. Но все равно контактами с ними не злоупотребляли. Они представлялись таким двулищными, вроде бы как под флагом одной партии. Но все знали, что это человек, связанный с политическим крылом. Там очень много всяких градаций, поэтому терминология очень важна. То есть фактически, значит, с мусульманским братством американцы не контактировали. А вот с их посланцами, под видами разных депутатов разных партий, да, контакты происходили. Но, повторяю, с целью, с целью все-таки либерализовать ситуацию в Египте и сделать ее более устойчивой. Но контакты с мусульманским братством, это приблизительно, по моим подсчетам, я проводил эту статистическую работу. На протяжении последних, последних десяти лет, пожалуй, они были пятой частью на фоне других контактов. Гораздо более активная работа ими проводилась. С родственными западу партиями либерального демократического толка были созданы НГО, НГО это по-английски, да, неправительственные организации. Созданы фонды представительства партии демократической, республиканской, Freedom House, все они там работали. Александр Иванович, это все здорово, это все здорово, но как же тогда получилось, что к власти пришли все-таки братья мусульмане, что американцы, по большому счету, ведь, ну, слушайте, ну, это же факты, это же факты, что на самом деле они приложили руку к смене там этого режима, и они знали, что придут именно братья мусульмане, и им говорили, ребята, вы не знаете, что это такое, но тем не менее это произошло. Да, это произошло, это произошло по принципу выбрать наименьшее зло, вот, ибо наибольшим злом была бы гражданская война, то есть, ответ очень простой, в той ситуации, до которой довел Мубарак страну, да, значит, Мубарак разогнал этот парламент, по сути, заморозил там и посадил оппозиционеров, а выборы 11-го года вообще фальсифицировал, это, кстати, да, нет, 10-го года, 10-го, ноябрь 10-го, да, потому что вылилось в январь 11-го, какие-то у нас тут ассоциации, совпадения, вот, и что важно, важно, что американцы в этой ситуации, значит, настаивали на либерализации, и когда уже свержение Мубарака, а они колебались, за что их упрекают, так сказать, поддержать Мубарака, не поддержать Мубарака в феврале, вот, в конечном счете Мубарак выргался в отношении них весьма неэфирно, это хорошо известно, в беседе, кстати, сказать, с израильским, израильским, наиболее неэфирно, с израильским, своим одним приятелем, бывшим министром обороны, Фуадом Бен-Элизером, вот, контактной персоной с Израилем, вот, и американцы сделали ставку на работу демократического механизма, кого выберут египтяне, с теми будем работать, вот, их был лозунг, а в такой ситуации, в такой ситуации, безусловно, после крушения авторитарного режима, приходят к власти, как правило, путем выборов популисты, и американцы знали, что придут именно братья мусульмане, но при этом, когда Бараку Обаме, я быстренько, потому что мы сейчас вынуждены будем прерваться, и когда Обаме сказали, что, ну, положили там все эти аналитические записки на стол, и сказали, что будут братья мусульмане, ну, нет сегодня более, там, серьезной силы, и людей, которые пользуются поддержкой, там, большинства, только братья мусульмане, он сказал, ну да, ну что, а потом, когда все это случилось, было произнесено словосочетание, вы помните, управляемый хаос, это сочетание было в России, не, 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 это американцы, ладно, сейчас мы прервемся на несколько минут, и поговорим про этот управляемый хаос, попробуем разобраться, что это такое. Это программа искусства возможного, в студии Роман Бубаян, добрый вечер, мы говорим о ситуации в Египте, я сразу начну с телефона, по которому можно позвонить в нашу студию, 65 10 99 и 6, и мы готовы ответить на все вопросы, я и мои гости, я еще раз их представлю, это Игорь Панарин, доктор политических наук, политолог, профессор, и Александр Шумилин, доктор политических наук, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов, института США и Канады, Российской академии наук, остановились мы на интересном месте про управляемый хаос, мы говорили, я помню, что когда ситуация стала выходить из-под контроля, и все кругом уже в мире поняли, в том числе и в Вашингтоне, что к власти придут братья-мусульмане, и все прекрасно понимали, что это за ребята, потому что, ну, допустим, там Хамас, да, одна из ветвей братьев-мусульман, и все никак с ними никто ничего сделать не может, Израиль с ними замучился, и тут в соседнем, там, с Израилем государстве к власти опять придут братья-мусульмане, американцам-израилетяне говорили, что они не заинтересованы в этом, как и сейчас они говорят о том, что они не заинтересованы в том, что происходит в Сирии, и несмотря на тесные отношения, на дружеские отношения между Израилем Соединенными Штатами, все равно дело было сделано, к власти пришли братья-мусульмане, и появилось выражение «управляемый хаос». Что это такое? Ну вот, я хотел как раз поддержать Александра Ивановича, только сделать акцент. Все, что он рассказал о методах работы, начали работать, как он стал с братьями-мусульманами, давно. Вот он показал технологии, когда, ну, я обращаю внимание, что, с моей точки зрения, США управляет британской лобби, и, собственно, руками Соединенных Штатов Лондон решает свои задачи. То есть, они работали с либералами, их кандидатом был ушедший только что в отставку господин Бородей. Второй был Мурси. Я приведу такой пример. В Жорштанском университете за год до начала всех событий количество обучающих из Ближнего Востока росло в 10 раз. То есть, они готовили планомерный снос режимов на всем протяжении. И было два тарана. Одни были либералы, ну, условно, по Египту, вторые были Мурси, но все-таки сделали ставку на Мурси. Для чего? Этот управляемый хаос, в конечном итоге, еще раз подчеркну, я убежден, направлен против России и против Евразии интеграционных процессов. Но они пытались сделать этот процесс управляемым. Кто бы после Мубарака не пришел, с их точки зрения, или Бородей, или же уже ушедший в домашний арест Мурси, они считали, что они смогут реализовывать свои геополитические интересы. Вот тут они просчитались. В чем просчет? С моей точки зрения, недооценка, собственно, наличия в Египте национально ориентированной элиты, это было главное ключевое значение. Вот Александр Иванович только приводил. Что значит отсутствие национально ориентированной элиты, а армия? Армия. Вот армия я не отношу к тому компоненту. Вот когда Александр Иванович приводил пример, что Мубарака заставили проводить либеральные реформы, то они взращивали террористов, братьев, мусульман. Не заставили, а убедили. Убедили. Ну хорошо, убедили. Значит, как там говорил один человек, товарищ Маузер помогает, как говорится, убеждению в большей степени, чем доброе слово. Это в другой стране и в другом обществе. Это в другой стране и в другом обществе. Ну, здесь в данном случае они выращивают факторы давления на Бубарака и требуют от него проведения курса более выгодного для них с геополитической точки зрения. Мубарак сопротивляется. Они говорят, слушай, ну мы тогда еще раз сейчас подольем финансов, обучение, запустим все эти социальные сети, информационные технологии. Мы тогда тебе свернем. Нет, давай двигайся туда. Я в этом Мубарак колебался. Так вот, в этот процесс вмешалась, с моей точки зрения, я не знаю, кто эти люди, но группа людей, которые блестяще ориентировались вот в этих вот хитросплетениях, они имели свой план. И вот этот план они все-таки сохранили в условиях даже перехода к Мурсии и готовили его на кризисный случай. Этот план в силу разного рода причин не стал достоянием ни американцев, ни британцев. Они его реализовали. Россия, с моей точки зрения, еще раз подчеркну, идеально действовала в египетском сценарии. Мы, скажем так, наблюдали за ситуацией, не делали лишних движений и ошибочных движений. Вот этот курс, с моей точки зрения, оказался наиболее эффективным. Наша задача через пару месяцев, еще раз подчеркну, когда там ситуация стабилизируется, она, я убежден, будет стабилизироваться, нам нужно протянуть руку помощи в определенном смысле и укрепить свои геополитические позиции все-таки в Египте. Выбить вот эту британскую базу в интеллектуальных кругах Египта прежде всего, в идеологических кругах, в религиозных кругах и постараться восстановить все-таки те отношения, которые были в 70-х годах. А управляемый хаос, я с точки зрения, почитаю, технология, ну, примитивная, простая. Готовится группа диверсантов, идеологических, информационных, которые взращиваются в лабораториях. Затем учитываются проблемы реальные, экономические, политические, которые есть в этой стране. Эти проблемы высвечиваются информационно, подпитываются Аль-Джазира, по сути, это редакция арабская BBC, которая действует эффективно. И в этом смысле реальные чаяния людей, они канализируются, направляются, прежде всего, в интересах достижения геополитических целей Лондона. Еще раз подчеркну, с моей точки зрения, в Египте Британия потерпела сокрушительно и интеллектуальное, в том числе, поражение, и британское лобби в США. И я думаю, что это очень хорошо и для Ближнего Востока, и для России, и для мира в целом. Александр Иванович, а в Америке ожидали такого поворота? Или они думали, что братья-мусульмане это надолго? Нет, нет, никто братьев-мусульман надолго там не мыслил, не предполагал и не предполагает сейчас. Все понимают, что это явление временное, неизбежное в этой ситуации, ибо они, братья, смогли аккумулировать в себе два важнейших обстоятельства. Даже, может быть, три. Первое. Агитируют, почему они популисты уникального толка, да? Поэтому они обречены на электоральный успех поначалу, вот, который уже неповторим. Первое. Они установили прямую связь с Аллахом, убеждая простых людей, что если голосуете не за нас, то, значит, против Аллаха, да? Это эффективный способ, да, для деревень. Вот. Второе. Они представили себя главной жертвой мубаркского режима, что, в общем, было похоже на правду. Ну, на самом деле это правда. Это правда, это правда, да. Вот. Я говорю, тут три фактора, там, где мистика с реальностью соседствует. Вот. Ну, вот эти два основных фактора и возвращение, так сказать, традиции, антизападничество в риторике, все это работало, и они были обречены на победу в той ситуации, повторяю. Вот. Поэтому проигнорировать их, давить их тогда не было никакой возможности, не было никаких сил, а можно было сделать что? Что и сделано было. Отделить боевое крыло от политического, ну, я имею в виду, оно само по себе отделено, но легализовать именно политическое крыло и на базе политического крыла создать партию, партию свободы и справедливости, которая стала легальным игроком на политическом поле. Формально, формально, как они формулировали, я имею в виду, лидеры братства, это партия независимая, но которая координирует свои действия с братством. Потрясающе. Потрясающе, да. Вот. И вот при таком, скажем там, двуличии, лукавстве, эта партия вошла в политическую жизнь, и, в общем, все знали, что голосуют за братьев, и попытка, попытка вот на этой волне антимубарковщины прийти к власти им удалась, и это совершенно нормально. Так вот, что произошло в результате, мы приближаемся к сегодняшнему дню, когда прорыв к власти исламистов состоялся, но он не воспринимался как трагический ни в Соединенных Штатах, ни где-либо еще в разумных центрах анализа, не силы власти, а анализа, ибо их власть была достаточно лимитированной, урезанной, сбалансированной другими ветвями власти и присутствием достаточно влиятельного генералитета. Хорошо, Александр Валерьевич, сразу давайте попробуем разобраться, что нас ждет. Давайте немножко о перспективе. Здесь я понял, хорошо. Они понимали, что пришли братья-мусульмане, ну что ж теперь поделаешь, но это ненадолго, потому что, ну потому. Теперь давайте попробуем о перспективе. Как вы думаете, чем все это закончится? Это раз. Как вы думаете, что за режим будет в Египте? Кто придет к власти? Многие эксперты опять называют Мухаммеда Аль-Борадей, я не знаю, насколько это реально. Мы забудем о нем. Ну, может быть и забудем, но, посмотрите, систематически поднимается его имя. Вдруг он становится президентом. Первый же раз, когда была произнесена эта фамилия, я тогда... Он сейчас под суд пойдет. Я очень сильно удивился, потому что крайне непопулярная личность, особенно после того... Вы знаете, в Египте, в том же самом Египте, те же самые братья-мусульмане и другие какие-то патриотические силы, они его просто ненавидели. После того, как он возглавлял МАГАТЭ и отправлял экспертов, которые инспектировали иракские, так называемые, военные объекты, и не только военные объекты, его просто ненавидели. Они считали, что он там чуть ли не предатель всего арабского народа. Но, тем не менее, египтяне не любят солдаря Мухаммеда, уже поэтому его не ненавидели. Вот, египтяне, знаете что, самые большие демонстрации радости ударов Соединенных Штатов и коллекционных сил 17 января 1991 года по Багдаду были в Каире. Я там находился, это были салюты, это массовые выходы. Представляете теперь уже себе, что значит такой по-египетски массовый ученщик. Вы знаете почему, Александр Иванович? Организованные выходы, потому что Мубарак считал, что самый крутой барабском мире. Он тогда контролировал это он, Ассаддам Хусейн говорил, что самый крутой это я. Ассад в Сирии говорил, что это он и так далее. Хорошо, вернемся к сегодняшнему дню, к перспективе. Перспектива, что нас ждет? Значит, забыли про Бородея, потому что он предал нынешнее правительство, команду и пойдет под суд за проявление вот такой слабости, которую нанесла... Это за то, что он подал в отставку? Да, за проявление слабости в решающий момент, желание остаться в чистом пиджачке, вот, в белых перчатках, в тот момент, когда нужно было принимать судьбоносные решения. Вот, и нанес ущерб имиджу государства, да, или престижу и так далее. Вот, значит, что мы имеем сейчас и как причина последних событий, и как залог на будущее? Влияние исламистов резко сократилось, вот, не буду уточнять, у нас мало времени, да, резко сократилось. У нас осталось 4 минуты, если бы точно. Из числа тех, кто голосовал за них из протестных соображений против Мубарака, практически полностью этот круг голосовавших перешли в оппозицию к ним. Именно отсутствие перспективы в будущих выборах победить заставило их действовать, пойти на восстание, как я говорю. То, что они сейчас устроили, это было вооруженное восстание в Каире, в Александрии, вот, с тем, чтобы снова обеспечить себе имидж жертвенников, гонимых и политых кровью. Вот, но это не означает, что они исчезнут из политического жизни. Нет, а как организация, они могут быть запрещены, но их партия, вот эта, да, которая вроде бы, она останется. И если они согласятся работать в этой партии, те, кто сейчас там, да, то они будут участвовать во всех процессах предстоящих избирательных и посмотрим, какие они покажут результаты. А в целом, конечно, новый парламент будет намного более разнообразным. Там вряд ли будет какая-то сильно доминирующая сила, и это будет коалиционное правительство, правительство национального единства. Вот, а братья-мусульмане как организация будет либо запрещена, либо проклята, да, проклята египтянами, как организация, да. Вот, потому что они поняли, что это такое, что эксперимент с навязыванием ислама и шариата, это не для Египта, как и не для Туниса. Вот, и, но политически они будут присутствовать, люди связанные с ними. Хорошо, я понял. А как американцы отнесутся к братьям-мусульманам? У нас это запрещенная террористическая организация. В Америке она не была запрещена, и они с ними поддерживали контакты. Как они сейчас пересмотрят свою позицию, как вы думаете? Очень коротко, пожалуйста, Александр. Да, да, пересмотрят позицию, они будут работать с партией, как работали до сих пор. С организацией братьям-мусульманами не контактировали формально. Хорошо, гражданская война нас ждет в Египте? И близко, нет. Нет. Игорь, ваше мнение? Я также поддерживаю последний тест на стопе стабилизации. А России нужно более активно действовать. Мне кажется, наиболее лучший канал это визит министра Шойгу в Каир для, так сказать, ближайший, там, скажем так, период времени, ну, полгода-год. Потому что по линии военно-технического сотрудничества визит кораблей, допустим, Черноморского флота с дружеским визитом, допустим, весной 2014 года. Но в целом нам необходимо поддерживать все-таки стабильность в Египте, блокировать вот эти экстремистские устремления террористические, которые пытаются с территории Египта действовать и на территории Российской Федерации. И продолжать, но более активно, курс на сближение с новым руководством Египта. А такие есть, кто с территории Египта действует? Александр Иванович, это мнение Игипта. Да, есть. Но мнение должно быть. Александр Иванович, еще по одному вопросу, тоже вот в режиме, в таком быстром. Что будет происходить с Израилем? Как Египет будет выстраивать отношения с Израилем сейчас? Израиль сейчас. Это важно для России, потому что мы конспонсоры мирного процесса, и это так или иначе на нас кажется, если не дай бог что-то. Именно с Израилем сейчас наиболее стабильные отношения у России, в регионе. Так вот, Израиль является главным промоутером новой власти Египта на международной арене сейчас. Прекрасно. Все, спасибо всем, что я хочу сказать напоследок. Вы знаете, я сейчас о чем подумал. Может быть и неплохо, что такая нестабильная ситуация у нас на Ближнем Востоке в Северной Африке, потому что цены на нефть, собственно, высокие. Держатся. Может быть еще и подрастут, это является непосредственно нашей прямой выгодой. Ну а если серьезно, я здесь соглашусь с Игорем Николаевичем в том, что мы должны действительно активно действовать сейчас в этом направлении, то есть по своему внедрению, скажем так, в Египет. Своему влиянию. Влияние, да, нужно восстанавливать собственное влияние, и сейчас вот так вот удачно сложились исторические события. Тем более Мубарак закончил Советскую военную академию. Да, 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 что у нас есть для этого все возможности. Еще раз всем спасибо, это была программа Искусство Возможного, встретимся в следующий четверг. До свидания.